Вот буквы, которые достались нам от римлян. А вот страны, которые говорят на романских языках, потомках латыни. Сегодня это полмира. Для древних римлянджа вообще весь цивилизованный мир умещался в границе их государства. Римский мир, пак с романа, стал первым примером глобализации. Как это получилось? Давайте прогуляемся по 12 векам римской истории с нашим собственным Вергилием. Да, кстати, и эти цифры у нас тоже от римлян. Что такое Рим? Город на семи холмах, столица Италии. Но это сейчас. А две тысячи лет назад, вот он Рим. А еще тысячу, вот. Крохотный поселок племени латинов у реки Тибр. Как он смог покорить весь мир? Прежде всего, ему повезло с соседями. С севера – туски, а ниже – этруски. Загадочный народ, чей язык так до конца не расшифрован. С юга – греки. Вот их колония. Эту часть Италии тогда называли Великой Грецией. Все они активно торговали друг с другом. На пересечении торговых путей и появился Рим. С самого начала Рим – это открытый город. Убежище для изгоев, убийц, беглых рабов, всякого сброда. Мигрантам Рим предоставлял уникальные возможности стать полноценными гражданами. Это позволит Риму стать самым крупным мегаполисом античности. Сами римляне считали себя потомками беженцев с Ближнего Востока, спасавшихся от последствий Троянской войны. Ромул и Рем были прапраправнуками троянского героя Энея. Вскормленные итальйской волчицей, братья поссорились и за место будущей столицы мира. Ромул убил Рема, дал городу свое имя и стал его первым царем. По легенде, всего царей было семь, каждый правил фантастически долго и дал народу что-то приятное. Календарь, канализацию, храм верховного бога Юпитера Капитолийского. На самом деле, многое, чем позднее прославились римляне, акведуки, мосты, возможно, даже гладиаторские бои, они позаимствовали у этрусков. Даже латинский алфавит – этруское изобретение. Это они адаптировали под себя греческие буквы. Неудивительно, что последние легендарные цари были этрусками. Именно у них Рим, сохранивший патриархальную простоту нравов, позаимствовал военную и государственную организацию. В 509 году город потряс сексуальный скандал. Сын царя Тарквиния Гордова надругался над добродетельной девушкой Лукрецией. Тарквиния изгнали. Он стал последним царем Рима. Римляне решили больше не допускать концентрации власти в одних руках. Из 509 года вместо монарха стали выбирать двух консулов строго на один год. Консулов контролировал сенат. Он состоял из 300 отцов. По латыни – патрес, отсюда патриции. Это были представители древнейших местных семейств. Те, кому не посчастливилось родиться в правильных семьях, пополняли класс плебеев. Даже если они были богаты, как патриции, то все равно не имели права занимать государственные должности. В борьбе за эти права, растянувшиеся на две сотни лет, и будет складываться республика. Дословно – общее дело. Плебеи составляли основу армии. И чтобы добиться своего, угрожали неокрепшему государству – эмиграцией. На соседний холм. Каждый раз испуганные патриции шли на уступки. Например, ввели специальную должность уполномоченных по правам плебеев – народных трибунов с правом ВЕТА. Они могли отменить любое решение консулов. Один из главных результатов борьбы – издание первых письменных законов. До этого право было устным, и патриции трактовали его, как хотели. К 287 году блебеи добились полного равенства в правах с патрициями. Единство Рима выразилось в формуле «Senatus Populus Qua Romanus» – «сенат и народ римский», которые до сих пор украшены в Риме даже канализационные люки. В 390 году история Рима могла и закончиться. Город неожиданно захватили галлы. Сторожевые собаки не почуяли опасности, и за это их потом каждый год будут распинать на крестах. А последних защитников крепости на Капитолии разбудили гуси, чем спасли Рим от полного разрушения. Потрясенные римляне провели военную реформу. Римский легион был разделен на манипулы, что делало его более мобильным в бою. В следующую сотню лет римская армия проводит в постоянных войнах и объединяет всю Италию. Вместо того, чтобы просто обложить побежденных Данию, римляне заключают с ними союзные договоры. А лояльные союзники станут для Рима неиссякаемым источником призывников. Именно благодаря этому римские легионы выстоят в схватке с самой эффективной армией того времени, недавно завоевавшей всю Азию, македонской фалангой под руководством Пирра, родственника самого Александра Македонского. Самого дорогого и звездного военачальника своего времени нанял для защиты от римлян греческий город Торрент – последний очаг сопротивления римской экспансии в Италии. Покорив Торрент и дойдя до Сицилии, Рим столкнется с интересами гораздо более опасного соперника – хозяина Средиземного моря – Карфагена. Римляне называли финикийцев из Карфагена «пунами». Отсюда и пунические войны, растянувшиеся на следующую сотню с лишним лет. К 149 году Рим захватил большую часть территории пунийцев и их союзников. Но после каждого поражения торговый Карфаген стремительно восстанавливался. Сенатор Катон-Старший стал завершать любую речь одним и тем же аккордом – «Карфаген должен быть разрушен». Так и сделали. Город стерли с леса земли, все население обратили в рабство, а землю посыпали солью, предав проклятию на веки вечное. В том же 146 году римляне сравняли с землей еще один город – Каринф. Греция и Македония превратились в римские провинции. Рим присвоит колоссальное богатство разваливающейся державы Александра Македонского. Но патриархальная простота Рима падет перед утонченной греческой культурой. Греческий станет фактически вторым языком государства. Римская знать срочно сядет учить новые слова – гигзаметр, история, риторика. Самый знаменитый оратор Рима, Цицерон, возьмет за образец речи грека Демосфена. Однако полными правами на этой огромной территории по-прежнему обладают только сами римляне. Даже жители остальной Италии, составляющие большинство в армии, не имеют прав гражданства. Они потребуют равенства, объявят войну и добьются права участвовать в управлении государством. Это изменит все. Если Древняя Греция так и осталась собранием воюющих городов-полисов, то Рим постепенно распространит права гражданства на побежденных. И этим заложит фундамент империи. Завоевав полмира, Рим стал жертвой глобализации. Дешевое зерно и приток бесплатной рабской силы с новых территорий разорили мелких крестьян, большинство населения республики. Они хлынули в город и пополнили класс пролетариев, тех, кому нечего терять, кроме собственного потомства. Одновременно богатые стали в сотни раз богаче. Они по дешевке скупили все земли разорившихся крестьян. Прежде единые, сенат и народ римский разделились на два враждующих лагеря. Примирить их попытаются народные трибуны братья Гракхи. Они предложат забрать у богатых излишки общественной земли и передать их разорившимся крестьянам. А еще начать бесплатные раздачи хлеба бедным. Недовольные сенаторы решат силой подавить движение Гракхов. Убьют и братьев, и несколько тысяч сторонников. Рим погрузится в гражданские войны. Социальный лифт для пролетариев придумает популярный полководец Гай Марий. Он начнет брать их в армию, обещая в конце службы землю. Так легионы окажутся преданы лично своим полководцам, а не сенату и римскому народу. В 49-м году за власть в Риме столкнулись два выдающихся полководца. Гней Помпей присоединил к Риму восточные провинции. Так в его состав вошла, например, беспокойная Иудея. Еще он зачистил Средиземное море от пиратов, разгромил восстание рабов под предводительством Спартака и не без основания добавил к своему имени приставку «Великий», Гай Юлий Цезарь покорил Галлию. Сейчас это назвали бы геноцидом. Он вырезал миллион галлов и еще столько же обратил в рабство. Затем победил гильветов и германцев и вторгся в Британию. По закону, перед возвращением в Рим полководец должен был распустить легионы и получить взамен минуту славы. Триумфальный въезд в столицу подаваться и гражданам. Цезарь же совершит невиданный демарш. Он откажется подчиниться Сенату и, перейдя границу Италии, реку Рубикон, направит свои легионы на Рим. За несколько лет он победит и Помпея, и других своих соперников. Ради этого римские легионы будут биться с римскими легионами. Походя присоединит к Риму новые территории и посадит на египетский трон царицу Клеопатру, заодно закрутив с ней служебный роман. После романтического круиза по Нилу она родит Цезариона, то есть маленького Цезаря. Вернувшись, Цезарь добавляет к своему имени приставку император, то есть победоносный полководец, и собирает в своих руках все политические должности консула, народного трибуна, диктатора. Поползли слухи, что Цезарь хочет провозгласить себя царем. В Сенате зреет заговор. Цезаря закалывают. Главным наследником своего состояния, совершенно неожиданно для всех, Цезарь объявил внучатого племянника Гая Октавия. Тот сразу включится в борьбу за власть. В 31-м году он разобьет последнего конкурента, полководца Марка Антония, с которым уже успела закрутить новый роман Клеопатра. Любовники окончат жизнь самоубийством. Единственным хозяином огромной территории останется Октавиан. Цезарь пробыл у власти 4 года. Октавиан, взявший титул август, то есть священный или великий, оставался во главе государства бесконечные 43. Республику формально он не отменял, просто сосредоточил в своих руках все возможные должности, которые дали ему почти абсолютную власть. Но сам себя подчеркнуто скромно называл Принцепсом, первым сенатором. И пускай на границах продолжаются стычки с варварами, зато внутри наступает Пакс Романа, период мира и стабильности длиной в 200 лет. В империи экономический подъем. Доровой хлеб получают 200 тысяч человек. По приказу Августа в центре столицы вырыт открытый 500-метровый бассейн, в котором 3000 гладиаторов устраивают сражения на настоящих морских кораблях. В Риме строительный бомб. Растут районы бетонных многоэтажек. Августу приходится ввести высотный регламент и ограничить рост небоскребов шестью этажами. Горожане все равно недовольны. Жалуются на пробки на дорогах, загрязнение вод Тибра и высокую арендную плату. Наступает золотой век поэзии. Министр культуры Августа Меценат выделяет гранты на прославление государственных ценностей. В честь Августа построят храмы и даже назовут его именем Месяц. Так складывается культ римских императоров. Их будут почитать наравне с Марсом и Юпитером. После Августа власть впервые начинают передавать по наследству. Сенатская оппозиция оставила нам яркие портреты первых императоров. Подозрительный Тиберий устроил террор под прикрытием закона об оскорблении величия. А судить по нему можно было за что угодно. Стоило только недостаточно похвалить власть или расплатиться в публичном доме монетами с изображением императора. А в далекой Иудее распяли проповедника, который отказывался почитать императора как бога. Каллигула хотел сделать консулом своего коня. Ученый и гастроэнтузиаст Клавдий был слишком увлечен пирами и реформой алфавита, чтобы следить за интригами при дворе. В результате одна его жена Миссалина соревновалась в борделях сожрицами любви, а другая Агриппина отравила Клавдия любимыми грибами, чтобы возвести на престол своего сына от другого брака Нерона. Считавший себя прирожденным актером, а не императором, Нерон убьет собственную мать, потом апостолов Петра и Павла, потом будто бы подожжет Рим, чтобы во время пожара почитать стихи о гибели Троя, в поджоге обвинит первых христиан, к ним тогда относились как к опасной иудейской секте, и устроит первые массовые гонения. И, наконец, покончит жизнь самоубийством. Большинство подробностей об этой эпохе мы узнаем от историка и сенатора Тацита, наблюдавшего за деградацией республиканских институтов. Действительно, народные собрания отменили, судьбу империи теперь решал не столько сенат, сколько претарианская гвардия, личная охрана императора, созданная еще Августом. Это они задушили подушкой Тиберия, закололи мечом Каллигулу и назначили императором Клавдия. Справедливости ради, в это же время империя приросла новыми территориями. Римские легионы завоевали часть Британии и основали там город Лондиниум. Провинции получили прозрачную систему сбора налогов, а неримская знать начала массово входить в Сенат. Основателем следующей династии станет внук крестьянина из Италии, Веспасиан Флавий. Флавии историкам скорее нравились. Конечно, Веспасиан Этит, подавляя восстание в Иудея, оставили от Иерусалимского храма только стену плача и устроили очередной геноцид. Конечно, по современным, не по римским меркам. Зато Веспасиан обладал добрым римским нравом и обложил налогами сборщиков мочи в общественных туалетах. А разрушитель Иерусалима Тит и вовсе получит титул милосердный. После пышного триумфа для народа он откроет Колизей. Тита назовут любовью и утешением человеческого рода. А после того, как праздники и масштабные строительства опустошат казну, Визуи уничтожит Помпеи, а чума пол Италии, Тита обожествят. Второй век пойдет в историю как эпоха хороших императоров. Трояна современники считали лучшим императором за всю историю. Рим при нем город-миллионник, а империя достигает максимальных размеров. Новые территории Рим связывает с сетью мощенных дорог. Эта система до сих пор определяет транспортную карту Европы. После завоевания Трояна Адриан переходит к обороне и возводит мощные укрепления в Британии на Рейне в Дунае. В Риме строится пантеон, первый в мире храм, покрытый большим куполом. Настоящая архитектурная сенсация своего времени. Его посвятят всем богам сразу. К их числу Адриан причислит и своего возлюбленного, юношу Антиноя. Его изображение до нас дошло больше, чем любого из римлян. Последний добрый император, философ на троне Марк Аврелий, большую часть своего правления проведет в военных походах. В перерывах между битвами он напишет манифест стоической философии наедине с собой. При сыне Марка Аврелия Комоде закончился пак с романом «Римский мир». Государственным делам он предпочитал славу гладиатора. В результате заговора императора задушил напарник по борьбе раб нарцисс. Рим погрузился в хаос. Следующие сто лет это череда случайных императоров провозглашенных армией. На престол по очереди восходят вольноотпущенник, авантюрист, купивший трон на аукционе, полководец африканского происхождения, который заставит всю империю статуями прежнего врага Ганнибала, сирийский жрец солнца и бывший пастух, обязанный популярностью своему богатырскому телосложению. В 212 году император Каракалла на одну половину африканец на другую сириец предоставил римское гражданство практически всем свободным жителям империи. Идея того, что римляниным можно быть и в Иудее, и в Африке, и вообще в любом углу империи, возможно, главное наследие Рима, которым мы пользуемся до сих пор. К середине века Рим уже в таком кризисе, что от него начинают откалываться целые провинции. Галлы, например, провозглашают собственную империю. Порядок наведет сын вольно-отпущенника Диоклетиан. Начав карьеру солдатом, он закончит ее абсолютным монархом. Удивительный пример социальной мобильности. Диоклетиан разделил империю на четыре части с четырьмя соправителями в четырех столицах ближе к границам. Рим потерял свое значение, Сенат превратился в городскую думу. Страной теперь управляла армия чиновников, лично подчиненных императорам. Так наступил конец античного мира, который держался вокруг понятия свободной общины и гражданина. Император из принципса первого сенатора превратился в доминуса, то есть господина. Так обращались к хозяину рабы. Гражданин стал подданным, воин-солдатам, крестьянин крепостным. Сам Диоклетиан спустя 20 лет отказался от императорской власти и уехал в свое поместье выращивать капусту. После ухода Диоклетиана соправители будут бороться за власть. Победителем выйдет Константин. Будущий святой равноапостольный Константин Великий. Перед решающей битвой за Рим он будто бы увидел крест и надпись «Сим Победиши». После этого Константин уравнивает в правах все религии. Спустя 300 лет гонений христиане выходят из катакомб и получают право строить церкви наравне с храмами Августа и Марса. Константин перенесет тот самый крест из Иерусалима в новую столицу Римской империи Константинополь. Феодосий I сделает христианство официальной религией и начнет разрушать античные храмы. Он же станет последним императором еще единой Римской империи. Уже его сыновья разделят ее на западную и восточную. Восточная часть проживет еще тысячу лет. Нам она известна как Византия. Западная же станет жертвой великого переселения народов. Основанный мигрантами Рим падет под натиском новой волны беженцев. По иронии судьбы последнего правителя Рима будут звать Ромул. В центре современного Рима чуть в стороне от Колизея и Руинфорума стоит Мавзолей. Его хозяин был не императором не сенатором а простым пекарем по имени Эврисак. Он родился рабом в семье греческих мигрантов. Рим тогда уже захватил Грецию. Потом получил свободу заключил со столицей контракт на поставке хлеба и разбогател настолько что смог построить себе и своей жене вот такой памятник. И до Рима в каком-нибудь древнем Египте и после в средневековье ты умирал тем кем рождался. Жизнь и карьера Марка Вергилия Эврисака это ответ на вопрос как Рим смог создать мировую державу просуществовавшую больше тысячи лет. Понравилось видео? У нас есть такое же только про Древнюю Грецию и еще целый курс лекций про Византию или посмотрите самую короткую историю русского искусства 20 века мы уложили 100 лет в 20 минут. Это еще не все подписывайтесь на канал Арзамас и точно ничего не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова